МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несчастный случай разделил его жизнь на до и после. До было, как у всех, после, как в кино. О духе, победах, стремлении жить и силе любви нам рассказал спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков. Сергей, долго думал, с чего начать, решил задать такой вопрос. Вот вы себя чувствуете, считаете человеком с ограниченными возможностями здоровья. Как вообще вы относитесь к этому термину? Да я, наверное, всех поправляю. Уже надоел своими поправками, что, я говорю, люди с безграничными возможностями. А то, что там у человека проблемы со здоровьем, это ни в коем разе не говорит, что у него в чем-то он ограничен. Да, он не может сделать, вот как и я, вот я не могу там застегивать пуговицы, там, шнурки на ботинках завязывать, там еще какие-то точечные такие вот вещи. Но возможности мои ни в коем случае не ограничены. До тех событий, которые сделали вас тем человеком, который вы есть сейчас, вы были другим? Конечно, с руками и с ногами. Да. А если мы возьмем поглубже характер, основные качества? Нет, нет, нет. Знаете как, была сила физическая, но не была сила воли. Я был просто вот сырым материалом, не обогащенным. То есть те события, они стали искрой, вроде трагические события, но они стали искрой, которые сделали из вас другого человека, выковали. Знаете, они укрепили, вот знаете, чем жестче, тем лучше, в каком плане, что вот начинаешь находить негатив в позитиве, наоборот, позитив в негативе, что да, вроде бы вот, но подождите, стоп, 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 давайте, где и как я могу быть, вот я стал искать себя в спорте. А как, кстати, вы к нему пришли, почему именно спорт? Вот, вы до этого занимались спортом? Это оттуда, да, занимался спортом, был спортивным человечком и готовился к армии, потому что в наше время молодой человек, который не служил в армии, я даже не знаю, там, проблема была даже семью завести, потому что ты какой-то неправильный, ты больной, вот, как же с тобой можно заводить, вот, если тебя даже в армию не взяли. Непроверенный, неиспытанный. Да, вот, непрошедший мужской школы, настоящий такой. И когда со мной все произошло, в принципе, мне там все рассказали, что нужно заниматься спортом, где быть, как быть, чего, и когда я очнулся, мне потом рассказали, что со мной, мой диагноз, и сказали, чем ты будешь заниматься на гражданке, я говорю, буду бегать, буду заниматься бегом. И на следующий день пришел психиатр, не только ко мне, но и к матушке, потому что подумали, что крыша поехала. Реально, как так можно бегать на двух протезах? И вот, вот, опять же, тот негатив, который вот врачи начали ко мне применять, что да ты успокойся, да у тебя там не все с головой в порядке, да нельзя, и так далее, и так далее, и так далее. Он, наоборот, меня укреплял. И вот через, мне говорили, нельзя, я говорю, как нельзя, я говорю, когда это зя. И вот, и до сих пор это так, когда мне говорят, это невозможно. Для меня это как, знаете, красная тряпка, что как это невозможно. Кто сказал, кто поставил границы? Нет никаких границ. Человек волен делать все, что хочет. Сергей, вот эта решимость сразу появилась? Или были несколько тяжелых дней? Нет, конечно же, нет. Это, знаете, такая спортивная наглость, я бы даже не решимость. Это вот по чуть-чуть вот собираешь, там выступление, там выступление, там выступление, и там выходишь, там победителем, там призером, там, 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 там. И потом в целом получается, некто такой Сережа Барлаков, ну, свой Сережа Барлаков, он выстраивает свою формулу жизни и ищут, как я и всем говорю, пропускайте через призму «я» и находите ту формулу, которая вам будет комфортна. Это, знаете, как, нарисуйте свой мир, нарисуйте свою сказку и живите в ней. Сергей, вы потеряли многое. А что вы приобрели? А что такое, в вашем понимании, многое? Ну, даже неудобно говорить. Руки, ноги. Ну, ладно. Многое для меня, другое многое. Многое потерять – это потеря близких, которых невозможно вернуть. Вы потеряли прошлую жизнь, может быть, какие-то мечты с детства. Вот вы в детстве кем хотели стать? Строителем. Строителем. Не получилось, нужно было чем-то заменить. Не поверите, до сих пор строю. Серьезно? Да. Ничто не изменилось. Форма изменилась. А теперь строим новых молодых людей, меняем мировоззрение, почему я сюда и приехал, для того, чтобы я поделился своим маленьким жизненным опытом. И кому ты помог? Наверное, да. Кто испытывает такие же проблемы. Вы, кстати, вот вы говорили в больнице, вы общались с врачами, с психологами. Вы сразу почувствовали вот это вот изменение отношения? Знаете, разделились. Не было нейтральных. Либо был позитив, либо был негатив. Шел от врачей. Вот не было сочувствующих. Вот либо так, либо так. Меня с госпиталя за неуставные отношения в часть выгнали. Я еще в части дослуживал. Я на дембель ушел как положено. Уже после аварии? Ну, конечно. Как вас провожали? Откуда? С госпиталя? С части. С части? Там же есть вроде традиция последних уже на руках нести. Не поверите, меня все то время, которое я был в части, меня носили на руках. Просто на руках носили, потому что я не мог ходить, подниматься по лестнице. У нас была четырехэтажная казарма. Я был в третьей роте, значит, третий этаж. Соответственно, я обнимал людей за шею и меня поднимали по лестнице и вот так спускали, вот так же опускали. Потому что заново он все учился. Ходил заново, учился кушать. Да все, все, в быту бы. Потому что я не понимал, как это можно делать, не имея, скажем, кистей. Как это можно делать, не имея, ходя на протезах, не имея ног. Вот. Ну вот все заново. И потом, чем больше, тем лучше, интереснее. Вы знаете, вот удивительно для меня, как для человека, который родился в конце 80-х. Армия – это жесткая, суровая, почти звериная среда, где было очень тяжело выживать. У вас, судя по всему, совсем другие впечатления и воспоминания остались. Вы не поверите, я сейчас приезжаю. Куда бы я ни приезжал, у меня всегда армейские друзья встречают. У меня все, это как одна большая семья. До сих пор с служебцами поддерживаете отношения? Всегда. Постоянно. Я открою маленький секрет. У меня две родины, скажем так, малых родины. Есть та родина, в которой я сейчас живу, в которой я вернулся, это город Таганрог, где я родился. Но ровно половину своей жизни я вообще-то прожил в Ирковской области, в городе Дзержинске. Земляк наш, можно сказать. Так и не можно, а так оно и есть. И поэтому, когда я сейчас был на финале лидеров Россия, там ребята горьковские подбежали, не могу говорить нижегородские, горьковские подбежали, подошли, Сергей Владимирович, пожелайте нам. Я говорю, да ничего не буду желать, давайте, я говорю, обнимемся по-спортивному, вот, и вы почувствуете, что мы одна семья, одно целое. Если я не ошибаюсь, из восьми человек-финалистов у вас шесть стали, вошли в сотку лидеров, то есть стали победителями, стали победителями, да. То есть это одно из самых больших КПД, которое выдало вот последний вот этот вот второй финал. Вы чувствуете гордость за такой результат нижегородцев? Я чувствую не гордость, а я чувствую счастье, что вот у ребят получилось, и то, что вот горьковская земля, нижегородская, вот полна талантами, и то, что они востребованы. Вот это мне приятно вот видеть, ощущать и быть немножко причастным. А вы чувствовали там, вот в этой атмосфере, в Сочи, себя среди своих? Да. Людей-победителей, людей, которые не останавливаются перед трудностями, людей, которые идут до конца. А вы знаете, когда им 300 человек, и каждый, ой, как непростой человек, это финалисты со всей страны, куда приезжали люди, начиная, допустим, с руководителя, это Сергей Лунинский, Кириенко читал мастер-класс, Греф мастер-класс, Собянин мастер-класс и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты вот наряду с этими людьми, ты еще свой мастер-класс проводишь, и вот это 300 человек сидит, слушает, задает тебе вопросы, а потом еще в друзья на фейсбуке добавляются, и где-то с кем-то вот встречаешься сейчас в нашей необъятной родине, я говорю спасибо за то, что вы выслушали, а мне говорят, Сергей, спасибо за то, что дали понять вообще, что такое жизнь и как нужно жить. Да, мы умные в чем-то, в какой-то точке, там, я не знаю, там, математика, физика, там, бизнес, там, политика, а вот по жизни мы, говорит, балованы балованами, я и такое слышал, он говорит, спасибо за то, что вот, знаете, как вот на землю-то чуть-чуть так опустил и показал, какая она жизнь, вот, и как нужно жить, и как нужно бороться за жизнь, как нужно бороться за своих любимых. Потому что, знаете, у нас как зачастую, а, жена есть и есть, а, муж есть и есть, а он никуда не денется. Да нет. Любить-то нам всегда. Сергей, я не зря спросил по поводу того, изменилось ли отношение после аварии. Дело в том, что у нас большинство, встречая инвалидов, людей с ООЗ, они начинают испытывать жалость и сострадание. Самые простые эмоции, которые, вроде как, ну, естественны в этих обстоятельствах. Вот как вы считаете, вот такое вот отношение в обществе, такая парадигма, она инвалидам помогает или, наоборот, мешает и тормозит? Да, жалость-то она же унизительна. И инвалиды это чувствуют, да? Ну, конечно, ну, как можно жалеть человека, ой, ты несчастный, там, или еще что-то, как тебе не повезло. Я не понимаю, это все равно, что человека обзывать нехорошими словами и задавать ему вектор, куда бы он мог пойти. Вот. Нет. Тут наоборот сказать, ты что там сидишь, там еще под жопник отдать, подумаешь, что у тебя и что дальше. Кто сказал, что ты не должен трудиться? Где это написано? У нас, понимаете, как реабилитация заключается в том, что сиди, сынок, мы все за тебя сделаем, мы тебе поможем. Да, есть такие степени поражения, ну, инвалидности, когда человек хотел бы работать, но он не может, потому что, ну, реально, вот, ну, не может. Но я даже знаю такие примеры, блин, я говорю, я, я говорю, ребят, я говорю, я бы так не смог. Вот реально, у меня бы духу не хватило бы, когда люди полностью прикованные, им больно сидеть даже в инвалидной коляске, они полностью лежачие. А люди заканчивают университет имени Лобачевского и потом становятся переводчиками, профессиональными. Я говорю, каким образом? Если работает только голова, а руки не шевелятся, ничего не шевелится. Говорит, я диктую, мама записывает, переводит. О, как. Человек просто находит выход из своей ситуации, не обращая внимания на то, что есть ограничения. Пример у меня, допустим, ну, это как бельгийский тот же мужчина, у него работает только голова. Лучший юрист Бельгии. Лучший юрист Бельгии. Которому в очередь записываются, за которого сражаются. Он живет в трехэтажном доме. Первые два этажа его, на третьем этаже живет его помощница, которая 365 дней в году, 24 часа в сутки всегда с ним. Которая получает и от него зарплату, и от государства. Потому что это трудовой стаж. У нас, к сожалению, такой практики нет. Пока что? Да. Будем менять. Я смотрел одно из ваших интервью, где вы сказали, что вообще-то у нас пара олимпийцев 6% всего населения. В мире вообще всего 8. Вот я сейчас сюда, вот мы ехали, вот с главой города вашего, с замглавой разговаривали. И, я говорю, Сергей Александрович, я говорю, ну, статистика она немалима. 8% населения это людей, имеющие инвалидность. Там дальше пошло разделение, там глухие, слепые, ментальщики, опорники, это вот опорно-двигательный аппарат, там кто на протезы ходит, на колясках, там на ходунках, ДЦП. Вот. Я говорю, общие заболевания, сердечники, сахарный диабет, но это же никто не отменял. Я говорю, как развит здесь у вас спорт среди инвалидов. Вот. Мне просто было интересно, и в частности, мне очень интересно развивать, рекомендовать такой вид спорта, как пара карате. Потому что я знаю случай, когда родители 3 года назад на руках принесли в секцию молодого человека. Он на них посмотрел, сказал, мам, папа, вы что делаете? Какое карате? Вы же знаете, что мне жить осталось полтора года. Прошло 3 года, и парень уже чемпион среди чемпионов. По паре карате. Это стал ключик, который открыл для него дверь? Нет, это просто у него желание появилось жить. Ну и желание ему, наверное, подарил спорт. Родители сильные. Я всем советую посмотреть фильм, премьера в этом году вышла, «Временные трудности». О чем он хотя бы в двух словах? О жизни, о любви, о своей любви, о непонимании, об инвалидности. И опять возвращаюсь к жизни. Какая она, бывает, жизнь? Нам вроде бы, мы смотрим, вроде бы, да вот, да, черное. А это не черное, это белое. Нам просто кажется, что это черное. И наоборот, это белое. И мы считаем, что это белое. Да нет, это не белое, это черное, на самом деле. Когда человек движется, он не всегда имеет перед собой цель, точно сформулировав ее, зачем и для чего он это делает. Он как бы может в общих чертах. Как он будет достигать идти к этой цели, он не знает. Как говорил Наполеон, чтобы выиграть бой, нужно в него ввязаться. Вот ты ввяжись, а дальше уже, как там, война план покажет, как стратегию выстраивать. Вот жизнь, она, в принципе, она такая же. Независимо имеешь ты инвалидность, не имеешь. Для того, чтобы жить, нужно просто родиться для начала, а дальше ты уже сам выстраиваешь. И вот та же самая и жизнь. Да, особо мне, знаете, мне нравится, вот я бы хотел больше встречаться и с молодежью, и с родителями, чьи дети имеют проблемы со здоровьем. Потому что вот ту категорию, в первую очередь, тебе нужно реабилитировать. Не ребенка. И вот что реабилитировать, он такой, какой есть, и что дальше. А вот родителей нужно, потому что у них крыша едет, они не понимают, как с этим жить. И меня это удивляет, почему они не понимают, как с этим жить. Они не могут сориентироваться в этих новых для себя условиях. А не надо ориентироваться, это же ваш ребенок. Вы же его любите. Многие просто не готовы. Это очень важный момент. Мы переходим к, наверное, главному вопросу, а как тренировать дух? Потому что мы занимаемся спортом, тренируем тело. Только через любовь. Вот все, что вот в этой жизни есть, хотим мы этого, не хотим, у нас все идет через любовь. Я просто не знал это название. Я не знал, как это сформулировать, а буквально совсем недавно я познакомился. Для себя это великий человек. Мало того, что он монах, он еще как бы герой Советского Союза. И более того, еще ходит на двух протезах. Больше прям. И мы с ним три дня в Магадане сейчас были вместе. Там другие герои России были из Советского Союза. Вот три дня мы были с ним, прям вот, как говорится, бок о бок. Я его слушал, он меня слушал. И он говорит, что все правильно, все здорово, только, говорит, это называется любовь. Я говорю, точно, спасибо. И вот на самом деле, что бы ты ни делал, если ты это не любишь, а делаешь, ты несчастный человек. Если ты хочешь что-то делать хорошо, ты должен любить в первую очередь свою профессию или тот труд, которым ты занимаешься. Если ты хочешь быть счастливым человеком, возвращаясь к родителям, чьи дети имеют проблемки со здоровьем, нужно просто любить их. Не смотреть на проблема, а любить. Да, тяжело. Да, ребенок вот такой. Ну, ребятки, ну, это же ваш ребенок. Ну, 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 как, как это так? Я говорю, вы любите его лапку, как я говорю, там, руку или ногу? Вы любите то ухо, которое у него нет, или тот глаз, которым он не видит? Я говорю, а вообще вы человека любите. Вот когда вот начинают родители там, знаете, нехорошее слово проституировать, ситуации, детьми прикрываясь, я говорю, какие-то там, да, льготы нужные, да, все, я говорю, ребят, я говорю, ну, давайте так, вот пока при ребенке это еще делают, пока вы не перестанете при ребенке говорить, что он инвалид, он у вас никогда сильным не станет. Наоборот, заставляйте человека трудиться, работать. У меня был случай, я как-то пришел, у нас в Таганроге живет, у меня очень хороший знакомый, Иришка Субычева, можно сказать, с рождения незрячая, слепая, и мы как-то заходим домой с ее мамой. Место здрасте, Ира, я не поняла, почему здесь плохо, вымыт пол. Я говорю, подожди, подожди, ты что творишь? Так, Сереж, потом разберемся. Ира, тряпочку, ой, мама, извини. Раз, и быстренько пол вымыла в квартире. И пока она там была, мы ушли там в соседнюю комнату, она говорит, ты понимаешь, я же не вечная, а ей жить. Я говорю, да, я понял. И в этом выражается ее любовь, ну, отчасти хотя бы. Да. Ей не нравится, ей не нравилось, потому что нужно ломать себя, нужно не жалеть себя, ну, ты что-то не видишь, что я не вижу, ну, мама, там, оправдание найти, да, нет ничего подобного. Взяла тряпку, перемыла пол. Сергей, вы с недавних пор стали членом общественной полоты, это абсолютно новый для вас опыт. Скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь в рамках этой деятельности, и какие задачи вы перед собой ставите? Пять направлений, которые, в принципе, все взаимосвязано. Они одно цепляют за другое. В комиссии, основная комиссия у Дианы Гурской, дети, дети инвалиды, все, что с этим связано. Второе – спорт. Третье – международные отношения. Четвертое – надзорные дети, это дети заключенные с ИТК исправительных трудовых колоний, потому что это тоже дети. И пятое – это НКО, это некоммерческая общественная организация. А в чем заключается ваша задача? Вы участвуете в разработке законов, беседуете с людьми, которые принимают решение. В законе нет поправки, да. В нашей поправке изменения, плюс встреча с людьми. Сейчас, знаете, у нас такое ощущение, что страна была в каком-то вакууме и не хватало кислорода. И сейчас, разговаривая с людьми, встречаясь, я понимаю, что люди зачастую не знают, кто рядом живет с ними и своих героев не знают. Не хочу обижать никого, но, знаете, когда приглашают из-за границы людей с проблемами со здоровьем, идти читают лекции, как нужно жить. Они из-за границы приехали, читают россиянам, как нужно жить в России. Мне как-то это немного дико становится. Я знаю массу людей, которые в очень тяжелых положениях, которые могут выйти и быть такими спикерами, что за собой поднимут города и области. Потому что о них мало, кто знает. О них не говорят, о них не пишут. Сергей, у нас остается буквально пара минут, поэтому несколько коротких вопросов почти блиц. У вас есть девиз? С верой в Бога все в твоих руках, даже если их нет. Когда вы беретесь за любое дело, за что-то новое, как вы себя настраиваете? Благословение беру. Какие люди вызывают у вас восхищение? Которые умеют любить и любят. Какое качество нужно в себе воспитать, чтобы не ломаться из-за неудачи? Полюби себя. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали со спортсменом-паралимпийцем. Единственным в мире паралимпийцем обладателем спортивного «Оскара», членом Общественной палаты Российской Федерации Сергеем Бурлаковым. Сергей, спасибо большое, что согласились прийти. Всего хорошего. Спасибо вам за то, что пригласили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова